Я Терпилка Лейли Газанпаровна. Мой дед по материнской линии Бакаев Дмитрий Павлович, уроженец деревни Матухина Вичугского района Ивановской области. К началу Великой Отечественной войны он был женат. Жена Марфы Ивановны и пятеро детей, четыре дочки и сын. Младшая из дочерей родилась уже в ноябре, когда Дмитрий Павлович был на фронте. Одна из дочерей предпоследняя, моя мама, Ахмедова Бакаева Людмила Дмитриевна. Жила семья небогата в деревне Воробьёва, в небольшом деревянном доме на краю деревни. Был в свой огородик, держали корову, тур, работали в колхозе Косачёва. Дети учились в школе деревни Чертовище. И тут грянула война. В первых рядах ушёл на фронт мой дед. Писал с фронта своим детям, что ни за что не пропустит врага и не даст взять Москву. Дети старались помогать взрослым, работали в поле. Как могли, помогали матери и верили, что скоро война закончится. И отец вернётся с победой домой. Но судьба распорядилась иначе. Шла затяжная оборона Москвы. Мой дед в это время был на полевой кухне, раздавал солдатам обед. Начался обстрел. Один из снарядов попал прямо в полевую кухню. От неё и тех, кто был рядом, не осталось и следа. Только воронка от взрыва. Так и погиб мой дед. Но вдова получила не похоронку, а извещение, что Бакаев Дмитрий Павлович пропал без вести. Это дало надежду ей и детям, что он ещё жив. А может, где-то в госпитале. И ещё вернётся. После окончания войны были длительные переписки и поиски сослуживцев, которые и рассказали, как погиб мой дед. К сожалению, фотографии деда не сохранилось. Осталась только вот эта архивная справка. Второй мой дед – в Азербайджане. Габрида Ильяс Ахмедоглэй. Уроженец села Шиклой, Агдашского района, Азербайджанской СССР. До войны был партийным руководителем в своём стиле, в своём районе. На войну пошёл с первых дней, был политрухом. Пропал без вести в Горловской пустыне убитый. Дома остались жена с двумя сыновьями. Старший визит был мой отец, Ахмедов Газанфар Ильясо Блэй. Бабушка Гамидова-Гиму, оставшись вдовой, кроме своих детей, взяла на воспитание и вырастила детей погибших односельчан. Ещё семь человек, оставшихся сиротами. Самая младшая из которых была девочка двух лет. Была большая и дружная семья. И никто не считал, где родные дети, где приёмные. Я горжусь своими двумя дедушками. Они дали нам светлую жизнь, дали нам счастливое детство, дали нам надёжность на будущее. Я помню, я горжусь. Слава великой победе! Бессмертный полк. Наши правила. Благодарь Дмитрий Павлович. Аминов Ильясов Медович. Аминь Семён Васильевич. Мы помним и гордимся. Дмитрий Павлович. Как в пламя шли, и как страну для нас спасли солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько б ни шли, вечно помнить родной стране все, что сделали вы в этой войне. В страшной войне, в страшной войне. Давным-давно была война, и там, где все зажгла она, хлеба желтею и синеют реки. Но тот, кто эту землю спас, остались жить в сердцах у нас. Навеки, навеки, навеки годы, сколько б ни шли. Вечно помнить родной стране все, что сделали вы в этой войне. Трудной войне, страшной войне. Давным-давно была война, но память нам на то дана, Что помнить, как весь мир был когда-то. И те, кто по двадцать лет, пусть помнит, что глядят им слих солдаты, солдаты, солдаты. Годы, сколько б ни шли, вечно помнить родной стране все, что сделали вы в этой войне. В трудной войне, в страшной войне. За годом-давно стучит в окно, была война. Давным-давно, давным-давно за вас ушли солдаты. Годы, когда-то, 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 когда-то. Годы, сколько б ни шли, вечно помнить родной стране все, что сделали вы в этой войне. В трудной войне, в страшной войне.